МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Главное сегодня. В Матвеевом Кургане провели прием жителей, в Красном Сулене прошел первый чемпионат района по боксу, а в Облевской состоялась встреча инвалидов с руководством сферы их обслуживания. Подробности через несколько секунд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В общественной приемной губернатора области в поселке Матвеев-Курган провели прием донские парламентарии и руководители общественных организаций. Асланбек-Джиоев вместе с главой района взяли на заметку насущные вопросы, беспокоящие жителей сельских поселений. Не обошлось и без сюрприза, о котором расскажет Примеусье. Приемная губернатора была многолюдна, особенно в полдень, когда прием граждан вели депутат Законодательного собрания Ростовской области Асланбек-Джиоев и глава района Александр Рудковский. Александр Анатольевич поблагодарил депутата за содействие в решении ряда вопросов и обратился с просьбой помочь собрать средства на купола храма Павла Таганрогского. А этот храм, он один в Ростовской области, один Павла Таганрогского. Больше Павла Таганрогского нет. Плюс в вольном погибшем на Мюзфронте. Там специально для этого сделано место, где будут установлены вот эти вот плиты, которые, ну, указывали, какие эти воевали. И по сути, как бы мы со своей стороны, ну, определенную работу провели. Вот. Чтобы завершить эту работу, прямо скажу, где-то надо, ну, 1700. Асланбек Александрович обещал рассмотреть этот вопрос и сообщил об уже принятом решении включить Матвеево-Курганский район в программу «Газпрома» по строительству детских площадок в 2015 году. На следующий год, посмотри, там я план включу вам, еще одну детскую площадку по программе «Газпрома». Отлично. Да, скажете, где тогда. Хорошо. Так, это самое, предложение от вас жду. Теперь задача местного руководства определиться с местом для площадки. В этот день граждане обращались к депутату со своими наболевшими проблемами. К некоторым личным обращениям могли бы присоединиться многие жители не только Матвеево-Курганского района, но и всей Ростовской области. У меня такой вопрос. У нас в Ростовской области не будет менять это года ветерана труда, как получить? Нет. Это, в принципе, не закон. Это областной закон. Областной ветеран труда. Областной. Нет, я знаю, областной. Но пока такой вопрос не стоял, но... Ну, это через законодательное собрание. Ну, в соседей, допустим, в Казахском крае, там же 40 лет стажа. Там 40 лет стажа? Да. Посмотрим, давай. А у нас почему-то 45. Джоев пообещал подготовить материал на рассмотрение коллег-депутатов. Возможно, доводы в пользу изменения закона о ветеранах труда окажутся убедительными. Настоящим сюрпризом приемного дня стал приход воспитанника детской школы искусств с баяном, который приобрели на выделенные депутатам деньги. Я благодарна вам, что вы поддержали детскую школу искусств и подарили нам такой прекрасный подарок к баянам. Мы первый раз выступали на международном конкурсе и получили, стали дипломантом второй степени. А, первой степени. Вот наш первый ученик во втором классе уже поехал на конкурс и занял первое место. Мы вам благодарны и рады, что вы поддержали нашу детскую школу искусств. Поцелуй. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. А юный баянист исполнил музыкальный этюд. Музыка. Музыка. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиуси». Открытое первенство по боксу провели в Красносулинском районе. Побороться за победу пожелали спортсмены из 15 городов Ростовской области и не только. Это первый чемпионат и организаторы надеются, что он станет традиционным для района. За боями наблюдала телекомпания «Сулин». В соревнованиях приняли участие боксеры 1997 года рождения и младше. В течение двух дней они встречались в поединках за право стать победителем. За действиями подопечных внимательно следили тренеры, подсказывая, как действовать на пути к успеху. Такой турнир проходил в нашем районе впервые. Но, несмотря на это, спортсмены из других городов откликнулись и с удовольствием приняли в нем участие. Как отметил Николай Ольшенко, подобные турниры помогают развиваться молодежи. Даже сегодня есть представительство со Ставропольского, украина города Ессентуков, с города Ровеньки, Луганской Народной Республики. Это братский народ, даже в той трудной ситуации не нашли возможность приехать к нам и быть участниками этих соревнований. Что самое главное, то, что сегодня мы, культивируя этот спорт, даем возможность развиваться нашей молодежи, нашим подросткам. Они находят себя, влюбляясь в этот спорт, не находятся где-то на улице, а вот участвуют в обыкновенных подготовительных мероприятиях, тренировках. Это большого стоит. Спорт – это характер, это воспитание, это дисциплина, это сила, это воля и все отсюда исходящее. В открытом первенстве Красносулинского района по боксу принимало участие 183 спортсмена. Красный Сулин представляли 34 боксера, из которых 11 человек стали победителями и 9 завоевали вторые места. Дав старт соревнованиям в этом году, организаторы надеются, что турнир станет традиционным и в нем из года в год будут принимать участие все большее количество молодых спортсменов. И бокс на Сулинской земле получит новый виток развития. Теперь коротко о других новостях. Матвеево-Курганский район за полгода до начала празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне разработал и утвердил план основных мероприятий по подготовке к 70-му юбилею освобождения страны и Европы от фашизма. Эта дата будет широко и ярко отмечена в ходе культурных, патриотических и спортивных мероприятий. Особое дополнительное внимание будет уделено живущим ветеранам войны и сохранению памяти об ушедших героях. Уже в январе начнется месячник оборонно-массовой работы. Будет подготовлен макет каталога памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В школах запланированы тематические уроки, дети напишут сочинения на тему письмо ветерану. Юбилею Победы посвятят также конкурсы и концерты, выставки и спортивные мероприятия. А кульминацией станет торжество 9 мая. Из 18 тысяч жителей Обливского района 1200 человек состоят на учете как инвалиды разных категорий. В начале декады инвалидов в Центре социального обслуживания населения состоялась встреча с теми, кто непосредственно решает насущные проблемы людей с ограниченными возможностями, руководителями учреждений социальной сферы. Подробности у телекомпании «Навигатор». Такие встречи привычны и для руководителей учреждений социальной сферы района, и для их подопечных. Они проводятся не только в день инвалидов или в день пожилого человека. Об этом говорил в своем приветственном слове директор ЦСО Сергей Халабурдин. Сергей Халабурдин – человек неравнодушный к проблемам людей с ограниченными возможностями и старающийся построить свою работу и работу своих подчиненных таким образом, чтобы максимально облегчить жизнь этих людей. Мы оказываем услуги нашим инвалидам, это помощь оказываем в получении средств реабилитации, ортопедических средств, то есть ввозим при обращении наших инвалидов в мастерские города Ростова-на-Дону, там они заказывают средства реабилитации, ввозим на примерку и потом они получают. Оказываем услуги по содействию в получении группы инвалидности, очень часто приходится нам оказывать содействие, проводить так называемое социальное сопровождение обслуживаемое. В дневном отделении ЦСО, расположенном в отдаленном западном микрорайоне Станицы, созданы все условия для того, чтобы живущие неподалеку люди с ограниченными возможностями, пожилые и одинокие облегчане, могли общаться, получить квалифицированную медицинскую помощь, сделать массаж и даже стрижку в парикмахерской. В дневном отделении есть своя библиотека, филиал межпоселенческой, и пожилые – самые активные ее читатели. Не пустоит и актовый зал, репетиции, подготовка к праздникам, вместе с культорганизатором ЦСО Еленой Солодковой и музруком Николаем Моторкиным, для вокалистов из группы «Лазуревые напевы» – дело привычное, как и концерты, с которыми они с удовольствием выступают здесь, у себя дома, и на выезде в социально-реабилитационном отделении, расположенном в поселке Средний Чир. Глава и бросала поте борота! Глава и бросала поте борота! В этот день в дневном отделении встречали гостей из детского сада «Сказка», которые вместе с музыкальным руководителем Натальей Яновой подготовили ко Дню инвалида небольшую концертную программу. Для начинающих артистов это было первое выступление за пределами привычной детсадовской обстановки, а для пожилых и инвалидов так нужный им заряд позитива. Надежда перепелица Михаил Космынин специально для Южного региона. Это все, когда мы часу вы смотрели «Главное время местное» вела программу Таисия Киргеева. Завтра в рамках рубрики «Любей, зная свой край» мы расскажем об одном из красивейших храмов Ростовской области, который уже целый век служит людям. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин